Красивейшее озеро Беларуси. Самое красивое? Да нет, конечно. Но краша не существует. Это точно. Добро пожаловать на озеро Кривое. Добро пожаловать на канал Озера и Реки Беларуси. Кривое. То, что озеро Кривое является одним из красивейших озер Синеокой, утверждают и скептики, и прагматики, и романтики. Чего стоит только история его происхождения? Появилось Кривое на месте самого мощного ледникового узла Беларуси, где столкнувшиеся ледниковые потоки буквально изорвали земную твердь. И это не все. Последующее оледенение, длившееся порядка 55 тысяч лет, закончилось интенсивным таянием километровой толщи льда. Тогда образовалась огромная трещина, заполняемая песком и камнями, смываемыми с поверхности ледника. Так появились азовые гряды, усложнившие и без того чрезмерно изрезанный ландшафт. И весь этот процесс воплотился в облике озера Кривое, которое полностью оправдывает свое имя. Берега Кривого – это длинная-длинная и увлекательная история протяженностью 21 километр. Сложена она из острых мысов, плавных поворотов и эффектных полуостровов. При этом местами противоположная берега разделяет всего-то 50-метровая полоса воды. Тогда как путь в обход на другой берег по суше составит более 10, а есть и в реале и все 20 километров. Озеро столь прекрасно, что на нем по возможности стоит побывать обязательно. И поводов на то более чем предостаточно. В самом доступном плане можно просто приехать по гравийной дороге на турстоянку с отличным пляжем и всепогодным подъездом. Место весьма комфортное, привлекательное и обеспечивает шикарное купание в одном из чистейших озер Синеокой. Что тут добавить? Более красноречиво характер этого месечка отражает видеокадры. Но все же среди туристов и рыболовов кривое преимущественно котируется как озеро с изумительными местами для стоянок в сосновых и еловых лесах. Так-то оно так. Вот только места этих на более чем 20-ти километровой береговой линии, мягко говоря, немного. И более того, подступы к ним весьма непростые. Но тем не менее, они действительно приводят в райские уголки природы. Некоторые из них посещаются крайне редко, ибо по сути доступны только слодок. К слову, согласно положениям гидрологического заказника Кривоя, образованного в 79-м году прошлого века, использование моторов на озере запрещено. При этом круговой дороги вокруг Кривого не существует. Колея от Кировца, огибающая юго-восточный склон, в расчет не берется. Очень важно, что на Кривом имеются две обзорные точки, на которых при посещении озера стоит побывать обязательно. Одна из них расположена в центре озера у деревни с краснолечивым названием Горы. И хотя за последние 20 лет склоны озера существенно заросли деревьями, виды с вершины горы открываются изумительные. Особенно весной и золотой осенью. Еще более эффектный вид открывается на северном склоне озера. Конечно, дело вкуса, но на наш взгляд, краше этого вида в стране нет. Есть не менее красивые виды, но они другие и уж точно не сравнимы, а по-своему прекрасные и уникальные. Трудно дать однозначную оценку видеокадрам, но по большому счету они все-таки отражают тот уникальный мир, открывающийся с северного склона озера. Не менее важно, что здесь же начинается путь, приводящий на изумительные стоянки в еловом лесу огромного полуострова. Что ж, продолжаем наше путешествие. Стоит обратить внимание, что первая часть пути пролегает по полю, который систематически перепахивается. Впрочем, также систематически по нему восстанавливается туристическая рыбацкая колея. Определенных хлопот может доставить и лесная часть дороги. Луж там практически не бывает или, по крайней мере, очень редко. Зато много-много корней, которые обеспечивают спокойный, созерцательный проезд леса. Там не разгонишься. И при этом, после хороших ветров ураганных или после зимы, частенько лежат деревья поперек дороги. Так что в машине желательно иметь с собой пилу. Как бы то ни было, путь очень эффектный и приводит на изумительное место. И даже ни одно, по секрету всему свету, скажем, что стоянок там как минимум четыре на полуострове. Безусловно, нам повезло, очень повезло, что в разгар сезона стоянка, одна из культовых на озере Кривом, была свободна. Поэтому нужно отметить, что сегодня пятница, вчера был четверг. Людей на озере мало. Ожидаемо стояли на полуострове легендарном. Там две стоянки. Вот эта и соседняя через метров сто. Тоже на горочке такой симпатичный. И еще стояночки на противоположной стороне острова. Но они не столь комфортны. Пару слов о машине. Значит, вот так она стоит. Не просто так. Очень сильно рекомендую лихачей. Дурных хватает. Ставить машину так, чтобы она перекрывала наезд на палатку. Бывают случаи, к сожалению, бывают. А так вот получается, дорога. Мало ли какой там будет лихач ехать с нее. И тут ваша палатка стоит. Успеет ли он затормозить? Кто его знает. Машина в этом плане ее восстановит. Жалко, конечно. Но так правильно. Красивейшее озеро в Белоруссии. Больше других таких озер нет. Самое красивое, как уже говорили. Да нет, конечно, у каждого свой вкус. Но краше не существует. Если говорить о берегах еловых, именно вот таких берегах еловых, то это единственная точка в стране, где елки прямо вот так нависают над водой. Причем они такие интересные. Они так напитаны водой, что смола... Вот, не знаю, должно быть видно, ветки, которые свисают над водой. Они в буквальном смысле слова мягкие и такие смолистые-смолистые. Очень красиво. Да вообще еловых берегов у нас в стране мало. Совсем мало. Даже не немного, а именно мало. Сам же еловый лес обладает, собственно, ни с чем не сравнимой аурой. Своей природной мощью, статностью он оберегает множество самых разнообразных вкраплений. Цветов, тростника, воды. Очень красиво. И при этом дарит огромное количество положительной энергии. А еще в лесу огромное количество дров. Так что отдых получается великолепнейший. Особенно хочется выделить подводный мир озера, где благодаря высокой прозрачности воды, временами превышающей 4 метра, Кстати, по утверждению науки, зимой 1916 года прозрачность воды в озере достигала аж 13 метров. Так вот, благодаря хорошей прозрачности водная растительность распространяется до глубины 6 метров. Здесь доминируют широколистные ордесты, часто к ним примешиваются уруть, телорез, а реже элодея канадская, роголисты погруженные и узколистные ордесты. Обсуждая рыбу кривого, чаще всего говорят, что у нее чрезмерно привиледливый и строптивый характер, в полной мере соответствующий многогранной сложности мест обитания. И с этим согласны практически все, кто побывал на этом озере. А вот в возможностях рыбалки мнения разнятся кардинально. Так, наука и браконьеры считают, что у озера богатая актеофауна. Водится в нем лес, щука, окунь, линь, плотва, сниток и другие виды. Но в реалии, как и на всех озерах ледникового типа, с прозрачной водой и сложной глубокой котловиной, ловится местная рыба крайне нестабильно и требует специфического подхода. Но она есть и ловится. Это точно. Причем как с берега, так и с лодок. Как часто важно выбрать правильный ракурс взгляда на жизнь? Пару слов о палатке. Идеальный, конечно, вариант для палатки такой кемпинговой, быстро устанавливаемой, и при этом занимающий мало места. Значит, как уже говорили, мы вход с сеткой полностью сделали. Он дарует такую вот красоту. Место для двоих в палатке просто шикарно. Оля, привет! Как спалось? Отлично. Вот. Из наворотов, так сказать, поменяли штудочки. Такие красненькие сделали. А то серенькие были, совсем незаметные. Ну, и убрали, вообще куда-то там свалили колышки родные. Вот на этих высоких колышках, чем они хорошо, что даже вот в таких вот жестких условиях в виде таких корневищ и крепкой земли, где, конечно, любые колышки были бы хороши, большие просто тоже великолепно заходят. При этом, опять же, хорошо видны. И очень бы хотелось отметить факт того, что палатка с растяжками по площади занимает гораздо меньше места, чем обычная куполообразная. То есть растяжки, как вот там, очень хорошо видно, ставятся вдоль палатки, много места не занимает. Это Китай. Казалось бы, тоже не совсем дешевый. Казалось бы, ого-го, все то же самое. А нет. Не то же самое. Но хорошее. То есть за свои деньги палатка, назначе отрабатывает свои деньги, держала неплохо ветерок. Вот. Но хотелось бы, конечно, чтобы фурнитура была чуть-чуть получше. И вот натяжка как-то ее не крути. Хотя, в принципе, наверное, и суперфирменная, тоже идеально, тоннельная, не выставится на неровных местах. Ее немножко так подкручивают. Но главное, что дождь держит хорошо. Точнее великолепно. Покидая столь благодатный уголок, просто необходимо отметить, что чисто. На берегу совершенно чисто. Значит, была только одна банка из-под розжига. То с даже жидкостью. И вот этот, например, навес, это не просто отребье целлофана. Это жесткий, конкретный, хороший, крепкий навес, который еще простоит с сезона этот точно. Ну, потом, в следующем сезоне, я надеюсь, ребята, которые оставляли его снимут, или снимут другие. Вот такое красавице озеро у нас. Красота красоты. Ну, как тебе озеро, Оля? Шакарно. Еще приедем? Да. Обязательно. Все, озеро пока-пока. Подробное туристическое рыболовное описание озера Кривое, как и всех 57 озер, дренируемых речушкой Дива, в список которых входят такие титаны Южного Пуазерия, как Отолова, Полуазерия, Березовская, Паулия, Янова, Гомель, Черсвятская. Список можно продолжать очень долго. Так вот, все эти озера представлены туристическим путеводителем журналом «Рыболов практик» номер 69. Подписывайтесь на канал Озера и реки Белоруссии, ставьте лайки, дизлайки, заказывайте туристические путеводители по озерам и рекам Белоруссии через электронную почту редакции. Ссылка в описании. Приятных путешествий и до встречи на озерах и реках Белоруссии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова